Давай еще раз просто написать, пакет можно подбереть. Все-таки чувство риска присутствует у сих пор. Чувство риска? А в чем именно? Ну вот смотри, да, ну не очень может быть положительный опыт, да, был хороший родитель, да? Ну вы же родители опыт, я же не буду переживать, как ходят. Разные вещи. Тогда было время-торемя, люди не знали, что они делают. Они показали, говорят, вот вы можете жить лучше. Для этого надо идти, вот весь мир так живет, он инвестирует, не получает процентный доход. И мы показали кучу вариантов, там фонд Копер Инвест, там дом Селинга, русский дом. И показали МММ, у всех в один ряд так выстроили, а только там ничего не понимали. И что он мог с этим делать? Ну и получается, что ты решил рискнуть. Да. Я подумал, что ситуация, ну даже не в том дело и иск, то есть я не за гиганты пошел. В принципе, меня все устраивает и сейчас. То есть я с МММ поделаю бизнес, я могу все прокормить вполне. Не без этого. Я же говорил, что с фирменами я давно. То есть мне эти кучи положить, где устраивают. Но вот я смотрю на мир и видно, что большинство людей, они не живут, а существуют. О, кончилось. Отстанавливаю. Все. Значит, весь процесс пока завершил. Дальше будет обработка. Ну давай пока поговорим, да. Ничего не будет. Нет, я нажал на кнопку. Ну, чтобы большинство людей все-таки существует, да, и не живут. Ну да, то есть, ну, я разговаривал с людьми, я по городам ездил, к ним говорят, что спрашиваешь сейчас ли кто-то, хочешь ты так что-то? Нет, ну что, все силы уходят от работы, суда даешься, вечером телевизор и спать. Все. Ну, как она по кругу летит, как говорится. Когда человеку нормальное, нормально возможно жить, то есть, чтобы ему было больше времени, чтобы не нужно было работать над двух-трех работами, и, кстати, все свое время только на существование, он бы, может быть, писал красивые картины, он бы сделал какие-нибудь интересные штуки. Вот даже вот эти аппараты, которые мы в Москве делали, большинство из них приходится выписывал разуме. Потому что там продируют золотые, а денег нет, нет, там мало. Поэтому они готовы, и такие чудеса творят, но все, которые реально поражают, как у нас Россия богат талантами. Но когда людям реализовывать эти таланты, если они постоянно все время тратят, чтобы они просто деньги заколачиваются? Если им просто тратить эти деньги, то просто достойно оплачивают эту работу, чтобы что-то того. Они смогут трудиться меньше, эффективнее, делать все то же самое в короткий период, а в остальное время жить и творить. И делать вот эти чудеса. Ну вот я и говорю. Скажи, пожалуйста, а вот твое желание выкладывать подобного рода видео в интернет, да, снимать первяково, да? Ну, первяково, да. Это только личная инициатива, это бескорыстное желание помочь? Ну, мне за это не понимать, а действительно... Я понимаю, да. Я просто пытаюсь смотреть природу эту твою... Так видите, в чем история-то. Это еще пошло из того момента, когда мне фильмов появились. Я, конечно, издавал... И была мне тогда мысль, чем заниматься. Я думал, что я не смогу там убить на кого-то, вообще, логически не могу. Да, хорошо, и я... Надо делать, чтобы спать пошло. У меня были идеи. А почему-то вот от этого меня прет. Чувствую себя причастным к истории. А по поводу Терменкова я вижу, что он... Каким-то образом ему удалось стать брендом изменений, нового веяния этой истории. Я считаю, что, в основном, это событие. Не важно, как его оценивать, но с минусом, но это событие, которое заметно. Как минимум, оно не пройдет за бытом. Как минимум, о нем говорить, оно, конечно, уже... Насколько я... Понятно. Вот, смотри, когда пришла к тебе мысль, новую... Компьютерик... Мысль стать участником МММ. А-а-а... И были какие-то противоречия внутренние в тебе? Это запас, я же участник МММ с первого дня. Поэтому, смотрите, история началась гораздо раньше. То есть, еще в 2010 году я просто показал один товарищ, мой знакомый, говорил, смотри, ну, вроде, вещать теоретные дневники, или полезные, интересные штуки. Я смотрел его видеоблог, он на камеру записывал свои мнения, переживания, мысли о той жизни, которую он видел в тюрьме. Я это смотрел. Мне его мысли показались очень здравыми, потому что он рассказывал про общество, про взгляд на современную жизнь. И вот в тот момент, когда его мысли совпали с моими, я подумал, что этому человеку доверять можно. То есть, он не может, мошенник, такие вещи говорить. Ну, а не было двоякого чувства? Ага, а вот ты вот моих правителей пытался обмануть? Нет. Не было, да? У меня к нему не было никаких претензий даже на тот момент. Я знал, что ситуация вот так. Ну, я тогда не думал ни о политике, ни об экономике. Я тогда не вязал, чтобы иметь какое-то негативное отношение, но не знаю какая-то причина. У меня тогда не было этой причины. Я его и в мачку-то не считал, потому что я видел, что происходило с периодизацией дальше. Вот сейчас я даже просто, например, говорят же, что видел сегодняшний день по телевизору, правда, в Казахстане, делающуюся с интернет, журналист говорит, вот, Мавроди, когда приблизировал Казпром, он там 8% за счет МНО, 8% по Казахстану купил, он же его купил не на себя, а на каких-то там своих друзей, частных лиц, вот он так говорит. Но я-то эту историю помню, потому что я тогда эти лиги засмотрел, и даже не зная Мавроди, я знал, что условия приватизации были так построены, что покупать Казпром мог только работать на Казпрома, да еще и квоты на определенные регионы, потому что у меня тогда ваучер был, и я думаю, ну куда я его вложу, если тут нельзя. Я не работник Казпрома, я не работник Сбербанка, что я куплю на этот ваучер? У меня единственный выход в какой-нибудь фонд, в котором деньги будут получиться стимулировать, причем во всех, пусть хоть один фонд в комнате, который бы что-нибудь платчиком дал. Ну, давай вернемся к тому, что в итоге, да, твое первое участие, только их ввод в ММН посоветованный блок, ты их смотрел телевизор, послушал дневники, молодые люди и тюрьмы, дальше как все происходило? Дальше я начал просто на этот блок периодически заходить, смотреть, что там происходит, а там Молодя говорит, что вот я собираюсь запустить ММН дальше, на этот раз мы не будем совершать ошибки, которые были раньше, мы не будем концентрировать деньги в одном месте. Повторим эту идею, потому что идея была хорошей, потому что мы хотели, говорит, изменить мир, мы хотели дать нормальное распределение. То есть пирамида взяла на себя очень простое обязательство, вот сейчас есть распределение, скажем так, плохое, то есть очень много бедных, очень бедных, и очень, ну, и есть богатые, сверхбогатые. Между ними вот такая вот хопо. Нормальная ситуация, когда есть просто богатые, есть просто, ну, условно, бедные, но не сверхбедные, не нищие. Люди, которые активнее, которые занимаются бизнесом, они могут заработать больше. И сейчас вы в последний класс? Да, у нас же практически среднего класса как-то того нет. У нас разве слишком большой выучительный плавник? Пирамида уравнивает, замазывает эту дырку. Но ты сейчас не относишь к какому классу сейчас? К среднему? К среднему. А я себя всегда по духу-то и относил, потому что я даже не скажу, в средний класс можно ли считать по дошкольному. Я его отношу именно по тому, как он зарабатывает на жизни. Я считал всегда, что средний класс это человек, который сам создает какую-то стоимость. То есть предприниматель, это мелкие и средние люди. Вот именно по такому. То есть, который дает рабочие места. Не капиталист, который ворочит капитал, а который ближе к самому производству продуктов. Потому что на каком-то определенном этапе человек уже не копает налоги, я, например, еще копаю. Человек просто нанимает профессионалов, он интересует, что это. Значит, чего-то он все равно должен начать, правильно? Он должен же сам пойти? Возможно, да. Если, конечно, не виталий, а просто актив, который он сплатирует. Я уважаю людей, которые эти активы создают сами. В общем, дело. Поэтому я так и выбрал. В отце. Да. Поэтому, если я человека вижу как в отца, он не интересен. Хочется его снимать, хочется это людям показать, так как бы это все пошло. Я же видел многих интересных людей. Например, у меня с детства для автографа я собирал автографы космонавтов, потому что у меня это родители для космоса работали. Проект Буран, только на гораздо выше, там был Леонов, первый человек, который вышел. Пазлка, Голуби. Да. Потом Женевеков, Волк. То есть у меня есть съемки даже Гагарина его путешествия. А, ну, правильно. После полета он ездил по разных странам, с вершинной миссией. Он в Канаду ездил, у меня тут съемки 8-метровые были. Ну, а как же ты решил себе обнести, купить, когда Мирок 2-й? А. Ну, в общем, даже не второй, а Керрик. А для меня этот вопрос как раз и не стоял. Я думаю, у нас же интересная вещь, что ли? Вот, в тот момент я в ней не поучаствовал, а сейчас, ну, во-первых, очень сразу любопытство включилось. Потому что я вижу, что... Я много не знал про такую историю. Я, когда верил телевизору, и не сдавался в подробности, там, правда, говорят, или нет. Потом, когда сам самого меня поснимали, несколько раз, я начал снимать. И даже вот, когда дружественная нам съемочная группа приходит, ну, в принципе, ничего против нас не имеет. Она пытается показать нас красиво. А у нас там, ну, мало ли, дверь обшаскивает на вход. Да, они берут и снимают другую дверь. Потом показывают, а мне говорят, слушай, какой у тебя шикарный офис. Это не мой офис, это монтаж. Они сняли там. Покажут то, что мы сняли. Ну, слава богу. Потому что тут снимали, например, к нам приходят интересные люди. Один человек приходил снимать перехват общения с командой космонавтов-американцев, которые на углу насаживались. Наши сидели, слушали, перехватывали радиосообщения. Они принесли нам цифровать. Вместе со съемочной группой. Потому что были американцы? Они говорят, что были. Потому что записи вроде настоящие. Но если бы в американцах не было вне, первый бы наш штаб, первый бы на весь мир, предоставил бы на все необходимые. Вот, 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 вот. Очень большой резонанс был по этому маленькому сюжетику, который у нас тут снимался. А тоже пришел человек, кстати говоря, он руководил эту группу, которые делали этот перехват. И он хранился лет 20, наверное, грипп секретно был, потом вроде все все равно, он принес эти сонки. Первый раз услышали, вот мы перед камерами их нацифровали. Они нам не сказали, как вы это оцепрутить, а мы потом скажем, что это. Ну, мы оцифровали, слушаем там американская речь, что они говорят, я их не устал, там, да, бля. Слышно-то плохо, но разобрать можно. Они говорят, вот, это, там, там, Танк-Стронкин, ну, выставляется, да. Так в итоге, как же получилось первое приобретение, первое увлажение? Первое приобретение случилось, ну, смотрите, это в феврале. Это был должен... Ну, 2011-го. То есть я зарегистрировался сразу, но там из-за того, что вот это начальное становление, то есть непонятно, как будут делиться люди с десятки, там была сперва выборная вещь, то есть человек случайно выяснил, выяснили по 10 человек, и они выбирали себе десятника. Секрет демократии. Ну, то есть это получается... Какое-то время на организацию пошло. Организатор, да? Координатор, выдели его с десятками. Да. Ну, то есть предполагалось, что система будет полностью самоорганизовывать, то есть просто взяли, регистрацию по e-mail, там первые 2 тысячи человек, которые за первый день получились, и просто случайно, полгода выяснили, но более-менее как 5-й ну, плюс. То есть вот вам десятка, выбирайте, кто из вас будет 1 на 5 десятку. Ну, какое-то время условно, то что вы любили десятников, десятники между собой уже выбирают сотники, сотники выбирали тысячников, и так далее, до управляющего. То есть у старт был именно таким. Сейчас все несколько иначе. Я вложил 3 тысячи тогда. Долларов? Нет, нет. 3 тысячи долларов тогда... А, нет, можно, можно. Было ограничение на пирамиду, основном, начале, было 5 тысяч 20. То есть сразу, чтобы люди не пытались там, решили туда загонять, пирамиду еще мертвевшая, тут начинается, было ограничение 5 тысяч долларов. Я вложил 3 тысячи рублей, они у меня на тот момент были, потому что я тогда команды не держал. У меня все в бизнес, кинет, проект ее там, если мне гулять свободы деньги, я на них такую машинку куплю, и вот так иногда приносят мне люди, что-нибудь интересное, но я не покупал бы. Из-за этого потом могу сделать много чего интересного. Ну, вот дальше. Так что у меня их и не было тогда. Вот я вложил 100 грн, 3 тысячи. Ну, какое-то время забыл, они там лежали. В мае я смотрю, пирамиды начинают набирать от роты. Тогда, конечно, все мне говорили, что ну, это все не пойдет, это все не запустится, еще месяц, и все развалится. Ну, смотрю, май уже не развалилось. Я вложил 15. Вложил 15. И самое интересное, вот на этом этапе, я уже потихоньку начал это рассказывать знакомым ростом, они тоже чуть-чуть прокладывались, вот такие суммы небольшие. И вот ближе к августу, на август, сентябрь, я не помню точную цифру, когда вот этот, вот эти 15 тысяч превратились в 45, я подумал, ну, здорово, я, может, когда начну уже все время тут себя менять, я купил довольно дорогой сканер для той фирмы, на эти деньги. На эти деньги. Да. У нас тогда был выбор, потому что летом, летом у нас падает количество клиентов. Либо, с одной стороны, повышать цены тоже не хочется, клиентов будет еще меньше, а с другой стороны, надо как-то окупаться. И вот это появление этого сканера, нам, по-моему, цены не больше. Фактически мы так и не повышались. А я думаю, на уровне двух лет недавности так и держу. Ну, а сейчас в активах там месяц-два идут? Да, где-то так примерно полмиллиона лет. Полмиллиона, да? Ну, вот вообще... Можно посчитать, сколько они растут, потому что они под разные проценты. Потому что пирамида хитро устроена, там, кто, который кладет на короткий период, не верит, на месяц положил, ему дают 20% или годнику 30%. А если он дает слово, что год не будет снимать, ему дают 65 и 75. В общей сложности, вот если посчитать, 3-15 тысяч, сколько он вложил, что получились эти полмиллиона? На выходе, вот сейчас. Ну, из какой суммы выросли эти полмиллиона? Ну, первые 3 тысячи я не снимал. Они как лежали, вот, по 50% сейчас лежало. Ну, ты 15 сложил, снял 45. Можно посчитать, но он уже за миллион даже зашкалил. Ну, я не помню. Потому что я добавил еще. Я вложил 3, я положил еще 15, потом я еще допадал. Еще в сентябре, я же когда рассказывал, что мы выкомпенсировали какие-то эти ленты, это было миллион рублей, это была самая большая сгутная флота, но его как-то не особо об этом говорили. Ну, он говорил, что это, ну, 6 это уж слишком, ну, не надо так много. В общем, мы решили даже, что и миллион, это, в принципе, для одного человека много, и мы решили, что мы его подать ему злоусмотрительность, что я возьму какую-то там небольшую сумму, это был добровольный выбор, на самом деле. Потому что я снял наличные 20 тысяч положил матери, чтобы она у нее росли, она получала вроде вторую пенсию себе, потому что у меня сейчас вложение весьма и сходное. Я ей таким образом еще помогу. Помимо того, как ей помогает, мне еще этот подарок сделала. 80 тысяч заморозили на полгода, они должны заморозиться в мае. Вот даже он до мая посмотрим, что это должно быть. 80 тысяч. А 900 мы говорили, что в пирамиде будут свои поговорительные проекты, и пусть эти 900 туда пойдут. У нас переписка на Мавроди есть, там все это описано. Если что, Ну, кстати, это уже всплывало в прессе. А здесь нет, сейчас не делали. Да, у меня пароль от почты появились, но нет. Хотели просто посмотреть это, да? Да, ну, если вы идете, мы вроде в гости будете его снимать, он же... Когда он будет? Его срок заключения уже закончился. 5 суток прошло, сейчас он на лечении, он быстро болится. Фактически его листовать не могут, пока он находится на лечении. Что еще можно добавить? Что все вот эти иски, которые против него, у них 40 давности, 9 апреля. Соответственно, в последний раз могут посадить на 15 суток, вот поэтому именно 9 апреля. иски от кого? Иски от раз... Ну, фактически это что? То есть, когда суд обсуждает гражданскую иску выплатить какому-то человеку, то он платит этому человеку и платит штраф по государству. Фактически это те самые штрафы по государству. То есть, сами эти иски, по ним сейчас все просто. А кто подавал? Ну, это очень много разных людей. Частные лица? Частные лица, конечно. Частные. Но это те же самые плачки. Те же самые плачки. Любой человек, в принципе, мог взять билеты, пойти в суд и сказать, вот у меня билеты, вот я их купил, причем никто же не докажет, когда он их купил, и купил ведь на самом деле. Просто он принес билеты, на них же не написано, они не именные, на них нет даты. И он говорит в суде, что вот, меня обманули тогда-то, ну а что, иска не приняли, присудили. Так вот, я что хотел сказать, видите, сейчас иска на родине на 6 миллиардов, да? Еще год назад был топ-4, еще чуть-чуть назад был миллиард, откуда они набираются, как грибы? А прочувствовали люди, что вот у него пирамида, что, возможно, у него будут деньги, люди и кидали их. Их может быть и больше, если он начнет сейчас выплатить к платчикам, кстати, полка был в конце, на него рисков вырастет до триллиона просто, каждый побежит, у него входит. Просто вот обалды. Не, но он же не все выплат. Конечно, не все. А проще ли было выбор попременить с исками, что банк украинский заработал? Ну, это клювдем, это клювдем уже. Это никак не влияет. Люди идут в суд, суд им присуждает, пожалуйста, вот результат. Ну, под твоим ощущением, что может произойти? С кем? Ну, хотя бы со всей системой. Думаем дальше, блин. Ну, а вообще есть опасения? Это будет заметно. Опасения, когда на нас нападают? Ну, вот, во всей сложившейся ситуации. Знаете, нервишки по-любому дергаются, когда приходят к какому-нибудь уходу. Например, а, вроде посадили. Дергаемся там, что же делать? Потом вспоминаем, что он об этом уже полгода назад говорил, он все предсказывал, он написал правила для этого заранее. Всем все известно. И все, и дерли не прекращаются, потому что там, ну, блин, конечно, все уже рассчитано. Ну, вот, дождались, наконец-то, да. Правда, что-то поздно дождались, должно было случиться раньше. Ожидали раньше, что он успел отставать раньше, но сейчас. Ну, ладно. Спасибо, время дали нам. Скажи, а какое главное правило? Нет, это не главное правило. Нет, вообще, какое главное правило? Ты говоришь, есть же правила? Есть правила, они на сайте Маврове написаны. Ну, хотя бы буквально одно-два правила. Ну, основные. Ну, я понимаю, что это не свод законов, там, не конститут. Нет, это не свод законов, если его сравнивать с государством и конституцией. Конституцией. Ну, как это назвать? Ну, конечно, условная конституция. То есть это ряд каких-то правил, которые... Точнее, даже не правил, а рекомендации. Потому что сам, а вроде, что в пирамиде не участвует. Он сказал так. Пирамиду будут организовывать сами люди. Я тут ни при чем. Но так как я в это подбираюсь больше других, я буду давать советы. Я буду давать рекомендации, вы уж сами решайте, исполнять их или нет. Но я думаю, что если вы будете их исполнять, у вас будет все хорошо. Поэтому вот эти правила, это правила условные. То есть набор рекомендаций. Будешь им следовать, будет все хорошо. Не будешь им следовать, не все все узнать, сам и на улице. Коля, а ты сейчас только поддерживаешь СС? Напрямую? Ну, почта только. Я его не видел из-за того времени. Ну, а по почте там сейчас не сможешь открыть. Ну, хотя бы давай сделаем, видишь, что пишешь, выпустили. Ну, как-то, ты пытаешься поддержать, там, или, знаешь, что-то как-то. Ну, ты, ну, как я это сделаю? Ну, просто открыть почту надо. Он все равно не прочитает там. Даже если что-то... Ну, в больнице хотя бы. Ну, да, в больнице тут через адвокатацию ему передают данные. Кстати, он сейчас даже, наоборот, отдыхает все перебиски, потому что так ему очень много людей пишут. Это его главный отвлекающий фактор, потому что он пишет очень много людей. И он вот каждый день тратит очень много времени на сбор писем. Он отвечает. Старается не пропустить ни одно письмо. Скажите, а там все-таки основная идея, которую движет к людей. Как? Чем ты пишешь? Что движет к людям? Большинство людей хотят изменить. Ну, ты, наверное, тешил себя тем, что, наконец-то, появилась возможность, когда человек может отдать свой голос, и этот голос будет услышан. Это не реализация в солнце? Нет. Есть люди, к которым движет жадность. Наверняка есть. В любой системе есть очень разные люди. Потому что можно, если 20 миллионов человек, на основе можно предположить, что там совершенно большое разнообразие разных типажей людей. Ну, все. И жадные, и нежадные. И люди, которые в свою страну очень любят, и там, ни за что не дают, они делают все, чтобы настало лучше. Есть такие. Есть и другие, которые думают только себе. Все есть. Все есть. Поэтому я не знаю, какой из них филоризм. Но, по крайней мере, судя по тому, что происходит в интернете по общению, он очень много идей не говорит. То есть я так, поправь меня, я так просто понял, да, из-за того речи, что с людьми движет все-таки не материальная заинтересованность, а свобода идеями творчества, которое дает ему финансовая независимость. Да. Финансовая независимость решает вот эту проблему. То есть им не нужно тратить все свое время на зарабатываемые деньги. И эта проблема решена, нижняя потребность. Накормил себя, у тебя появилось время, и человек начинает организовывать свое творчество. Вот. Ты же будешь сейчас воспользоваться своей идеей дальше? Я потихонечку пользуюсь. То есть я не снимаю сразу все, я снимаю глупость исключительно, сколько мне нужно. То есть у меня есть идея, там, допустим, я купил оборудование в Америке, которое здесь производится, оно меня сильно продвинет. Во-первых, мне не придется повышать цены на свою услугу, я смогу сделать ее доступной для людей, потому что я считаю, что услуга, это несет такой социальный характер. Потому что кому нужна вот эта старая история, прежде всего, уходящему поколению, она связывает уходящее поколение и новое. Ну а все разговоры по поводу того, что счета будут заморожены? Как? В Украине, ну это как заморозить какие-то счета? Какие-то, но это было несколько случаев в Приватбанке. Он решил, по каким-то признакам отмечить участников пирамиды. Ну а зачем он это сделал, ему для чего? Фактически банк получил шикарный подарок от участников. Представьте себе, у нас в любой стране, я думаю, в России это особенно развито. Много людей держат свои задачки где-нибудь по металлу. Задачки маленькие, но большие. Ну у нас на черный день, мало ли их там не хватит, потому что если человек живет недоставки, то он похудит немножко. Потому что не знает, а получит, сможет он купить иду завтра. Как это все работает, говорит, в действии? Банки деньги получают? Ну смотрите, вот они так хранят, благодаря ММН, они эти денежки тащат в банк. Фактически банки являются хранилищем, потому что все счета десяток в основном хранятся в банках. Это не электронная система, это не веб-мани, как планировалось в начале. Очень многие почему-то электронные счеты это все работают через интернет. Это было заявлено в самом начале. Вроде бы потом сказал, что я в этом не понимаю, в электронных ситуациях не понимаю, поэтому я не сказал. Но на самом деле это совершенно не важно, каким образом будут храниться деньги. Хотите банк, ну пожалуйста. Там просто все отслеживать. Операции, приход, расход, там четкая структура и четкая отчетность. Поэтому банки. И банки могут спокойно хрути деньги на мальчиков, как любые свои. То есть они получили вот эту наличность из поднапрасок. Им подарок, они радоваться должны. Пожалуйста, в экономику... Ну а вкратце можно сказать, как это все работает, откуда появляются эти проценты? Проценты появляются из головы. Вы это понимаете, что можно было просто волевым решением сказать, отныне пирамида растет со скоростью 200%. Да хоть 300, хоть 500. Я не понимаю, откуда наличность появляется. Только от новых. Это перераспределение, это не заработок. Деньги не приумножаются, потому что они вкладываются в какие-то инвестиции. А просто в перераспределении идут новые участники, приносят новые деньги. Получается, вот этот пункт денег растет, растет, растет. Из них просто договорились, что вы будете брать на 75%, допустим, больше. Вы договорились на любую полетку. Цифра должна быть настолько велика, чтобы людям было интересно, потому что они понимают. На сайте написано, это риск. Вы можете сразу все потерять. Вы можете исполнять правила, вам все равно что и заплатят. Там это написано. То есть рискуете, берете на себя ответственность. Если вы в это все-таки ввязались, вы понимаете, что вам никто не поможет в случае чего. Вы никому не сможете предъявить претензии. Там это сразу написано. Устраивает вас такая грамма? Но пока все шикарно работает. Просто правил нет, но вот работает. Кого-то это удивляет. Как-то так все на доверии. И при этом функционирует уже целый год. Даже больше. Кто-то согласен сыграть на доверии и работать на этом доверии? Пожалуйста. А мы предположим, я, допустим, хочу уступить к этому. Куда мне идти? Или когда с ним встречаться? Или как-то идти передавать еще? Фактически. Вы можете выбрать все десятника. Если у вас есть среди знакомых такой человек, вы можете с ним договориться. Если его нет, то у нас с этим вроде есть списки. Офиски офисов. Офисы это клубы, где встречаются участники и обмениваются информацией. Как можно найти себе десятника? Фактически надо выбрать надежного человека, который хранит такой счет десятки. Перечислить ему со своей банковской карты на его банковскую. Сохранить чек. Об этом перечисление. Этот чек будет для вас будущим доказательством того, что вы уложились. Написать ему письмо. Прошу купить мне Мавро по закону по курсу. Курсы на сайте Мавро, где есть нагрузка вперед, а не в место. То есть все очень продрачно. Дальше, а ФИТ счет в банке? Ну, сперва да. Если это непонятно. Если у вас есть уже банковская карта, то это самое удобное. А я перевожу что, Мавро в банк? Нет, Мавро вы перевести не можете, они электронные. Иговоря, я перевожу, допустим, доллар или рубль. Ну, например, сегодня 20% Мавро стоит 8,39, к примеру. Это значит, что если вы покупаете Мавро рубль, вы берете свою, к примеру, 1000 рублей, до 10,000, до 100,000. Делите на этот курс, получается число Мавро. Я понял. Ну, все, и дальше это сумма, через неделю, там сумма, через неделю, это тоже самое Мавро будет стоить дороже. Там будет стоить 10-12, допустим. А я могу в любой момент выйти из игры, да? Да, вы можете выйти из игры в любой момент, если вы не воспользуете вот этими длинными депозитами. Они разные, Мавро бывают разные. Бывают обычные Мавро, у которых самый маленький курс роста, там 20% для обычных и 30 для льготников. Их можно забрать в любой момент. Пока пирамида существует, вам обязаны их выплатить по текущему курсу. То есть дают заявку, когда вам захотяется. Вам ее выплачивают. Если этот депозит замороженный, это означает, что вы дали слово, что в какое-то определенное время вы их не будете возвращать обратно. А за это вам увеличивается этот процент в месяц? Ну, за кастеризм тоже. Давайте попробуем, надо так открыть. Там есть сайт, у нас вроде. Ага. Давайте. Раз. Мы поработаем. Почитайте, мы сможем сказать. Да, вот. Сейчас, там где-то 40% аккумулятора осталось. Давай, давай, давай. То есть, осталось 5 минут, а мы уже все. Я надеюсь, опять мы укладываем, и сейчас подсъемочек. Есть... Слушай, это сектор. Можно, где назвать? Можно, где назвать? Можно, сектор. Ну, скорее, кому-то интересно. Есть клуб любителей собак, и обязательно найдется определенное количество людей, которые любят собаку, а есть любители кошек, они не пойдут в клуб любителей собак, они не свой клуб организуют, любители кошек, а тут получается клуб любителей денег, и так получается, что деньги, они как-то всем интересны, поэтому этот клуб получает самый большой. А почему люди, которые имеют неудачный опыт от первой компании, совершенно не опасаются связанных со вторым? Ну, я не скажу, что они совсем не опасаются, просто они понимают, что произошло тогда. Они не ленят на вроде, они не говорят, что он мошенник, если бы они были уверены в этом, что он мошенник, они бы не пошли. Но это как раз их голос, они голосуют рублем за то, что он честный человек, мы просто ему и дали это сделать. И хотят, чтобы произошло новое перераспределение, новая волна тренингизации произошла уже естественным путем, снизу от народа. Понятно, давай дальше. Ну, вот это я уже делаю. Ну, а есть там такие незаметные слова? Не видео, а какие-нибудь письма или, может быть, комментарии. Ну, а ты сам неоднократно выражал, может, слова благодарности нам вроде? Нет, не было такого. Публично? Ну, хотя бы вот идти. Ну, нажал. Показать? Да. Ну, все, отлично. А это... Андрюш, спасибо большое. Все подсняли. Все здорово. Тебе огромное спасибо. Давай, творческий успех. Спасибо. Так, жаль, у меня такая маманская визитка, но ничего страшного не было. Ну, что такое вот эта вот тема? 10 тысяч. Это размер структуры. В интернете у вас как называется? Сайт? Видео 8.0.